Действительно, как в прошлом докладе, Брис Яковлевич завершал его словами о том, что андрогенотипервационная терапия на сегодняшний день является частью многокомпонентного лечения пациентов с метастатическим раком предстательной железы. Безусловно, это является основой, базисом, но на сегодняшний день к ней добавляются различные дополнительные лекарственные опции. И мне выпала честь рассказать про терапию токсанами, актуальна ли она. Ну и учитывая, что моя специализация – это химиотерапия, то, я думаю, ответ он очевиден. На мой взгляд, она, безусловно, актуальна, и я постараюсь сейчас об этом рассказать. Но мне очень интересно было следить в первой половине за дискуссией относительно роли и значения рандомизированных исследований в хирургии, что они очень сложны, их сложно проводить, сложно интерпретировать эти данные, и они порой порождают больше вопросов, чем ответов. Но я бы хотел со своей стороны сказать, что и в области лекарственной терапии тоже далеко не всегда рандомизированные исследования дают однозначные ответы. И я это продемонстрирую. Я понял свой доклад достаточно широко, что мне необходимо в целом отразить роль химиотерапии в лечении рака предстоятельной железы, и поэтому я начну буквально коротко с неметастатического рака предстоятельной железы высокого риска. Собственно, то, что мы только что обсуждали, актуальна ли химиотерапия у этих пациентов. Ну и я здесь привел в качестве доказательной базы исследования ГИТУК-12. Это достаточно крупное исследование, в нем было больше 400 больных. Вы видите критерии включения, это ровно все те факторы высокого риска, о которых мы говорили. И здесь есть 12-летнее наблюдение, это достаточно серьезные данные, о которых мы можем говорить. И что было получено? Из 413 пациентов уже 233, в 230 случаях случился рецидив. Это достаточное количество событий для статистической мощности анализа безрецидивной выживаемости. И посмотрите, химиотерапия у этих больных, да, действительно улучшает безрецидивную выживаемость по сравнению с плацебо, то есть с отсутствием химиотерапии. Но если мы посмотрим на канцероспецифическую выживаемость и на общую выживаемость, то на данный момент кривые эти не расходятся. Но это в целом исследователи связывают с тем, что еще недостаточно событий наступило, именно связанных с этими нюансами. Поэтому пока что исследователи говорят о том, что преждевременно говорить о том, что необходимо внедрять химиотерапию в стандарты лечения пациентов не метастатического рака предстательной железы, даже высокого риска. И это находит отражение в наших отечественных рекомендациях. На сегодняшний день это не рекомендовано. Если мы говорим про метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы, то здесь в основном мы говорим о трех исследованиях. Это ГИТОК-15, ЧАРТ, ЭТСТАМПИД. Вы видите, что на этой линии эволюции лечения все результаты эти были в основном доложены в 2015 году. То есть это не то, чтобы суперсвежие данные, появились, конечно же, более новые опции. И вот вопрос, актуальны ли они. Давайте пройдемся по этим трем исследованиям, потому что вот как раз-таки эти три исследования, они нам дают абсолютно разные результаты. Все три исследования отличаются между собой, но я постарался найти, сравнить их как-то между ними и понять, а что же нам, какие выводы из них можно сделать. Ну вот если мы посмотрим исследование ГИТОК-15, это более старое исследование, и ЧАРТ, это оценим в общей популяции пациентов, а это было первичной конечной точкой в этих исследованиях, это оценка общей выживаемости в общей популяции пациентов без раздела на какие-то подгруппы. То мы видим, исследование ГИТОК-15, исследование негативное, не демонстрирует оно преимущество химиотерапии в общей популяции, а в исследовании ЧАРТ уже есть статистически значимый выигрыш от назначения химиотерапии доцитокселом 6 циклов. Оказывается, что пациенты живут лучше, и вы видите, что здесь достаточно серьезное отличие в медиане вживаемости более 10 месяцев. Кроме того, в этих исследованиях были поданализы, о которых мы сейчас очень много говорим, это разделение всех пациентов на группы большого и малого объема, и здесь они, кстати, совпали, оба этих исследования, и в том, и в другом был получен статистический выигрыш от назначения химиотерапии у пациентов большого объема и отсутствие выигрыша от назначения химиотерапии у пациентов малого объема. Но все-таки данные-то не полностью сопоставимы. Так в чем же дело? И вот если мы посмотрим на отличие этих двух исследований, то обращают на себя внимание следующие факторы. Во-первых, ну, конечно, численность выборки. Если мы посмотрим в исследования ГИТОК-15, просто было, возможно, недостаточно статистически мощным. Кроме того, в исследовании Чартер было больше пациентов с большим объемом распространения заболевания, там было больше пациентов с соматическим статусом ЭКОК-1-2, то есть худшим соматическим статусом, было больше пациентов с большой суммой ГЛИССа на 8-10, и у этих пациентов был больший безлайн уровень ПСА. Посмотрите, в два раза выше, чем в исследовании ГИТОК. О чем это говорит? Это говорит о том, что в принципе в исследовании Чартер включались более неблагоприятные пациенты с более агрессивным течением заболеваний. Может быть, поэтому там в целом есть выигрыш по общей выживаемости. Ну и не менее важным еще является тот факт, что в исследовании ГИТОК-15 в качестве последующей терапии на этапе кастрационной резистентности только очень небольшой процент пациентов получил ингибитор эндрогенного сигнала нового поколения, в то время как в исследовании Чартер – это практически половина больных. И, конечно, это повлияло на результаты по общей выживаемости, потому что в исследовании ГИТОК-15 чаще применялся ДОТСИТОКСЛ повторно, то есть производилась реинтродукция ДОТСИТОКСЛ. Ну и есть уже последующий анализ, исследование ГИТОК-15 на этапе кастрационной резистентности. Повторное назначение ДОТСИТОКСЛ далеко не так эффективно, как и во первичном назначении. Вы видите, что снижение ПСА при его первом применении наблюдалось у 45% пациентов и только у 14% при повторном назначении. В то же время как при назначении новых антиэндрогенных препаратов у более половины пациентов, ранее получавших ДОТСИТОКСЛ, наблюдается снижение ПСА. То есть мы понимаем, что, конечно, реинтродукция ДОТСИТОКСЛ – это не лучшая тактика в лечении этих пациентов. Исследование Стампид чуть более новое исследование, большое исследование, больше тысячи пациентов. Здесь также была первичная конечная точка в общей популяции, общей выживаемости. Мы видим, что здесь достаточно неплохо расходятся кривые, прибавка общей выживаемости у пациентов, которые получили химиотерапию, она составила 16 месяцев. Исследование было признано позитивным. Но в этом исследовании также пациенты делились на группы большого и малого объема. И что же мы здесь видим? А здесь нет разницы. Оказывается, выигрыш получали пациенты и большого объема, и малого объема. Вот хороший пример. Три исследования и три абсолютно разных результата. Но какой мы можем сделать вывод из исследования Стампид? Чем оно отличается от предыдущих двух исследований? Ну вот я обратил внимание на то, что в исследовании Стампид было подавляющее большинство пациентов с выявленным метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы Денова. А в исследовании ГИТУК-15 ЧАРТЭК были и те, и другие пациенты, но там пациентов Денова было меньше. Было больше пациентов, которые получили в анамнезе какое-то радикальное лечение по поводу рака предстоятельной железы. Ну и какой из всего из этого я могу сделать вывод из этих трех исследований? Это то, что в целом химиотерапия работает у пациентов с агрессивным течением заболевания, с неблагоприятным прогнозом, с большим объемом распространения. И у пациентов, у которых Денова выявляется метастатический гормоночувствительный рак предстоятельной железы. Мы знаем это около 20% пациентов. Вот я очень люблю вот это исследование, которое было проведено с 90 по 2013 год, ретроспективный анализ был, как живут пациенты именно в зависимости от объема распространения и наличия синхронных или метахронных метастазов. Вы видите, что это самый, я не знаю, правый он или левый столбик, в зависимости от кого смотреть. Как раз это Денова большой объем. Вот эти пациенты живут хуже всего и, наверное, они в первую очередь выигрывают от назначения химиотерапии. Существует метаанализ этих данных, который также говорит о том, что в целом химиотерапия, она эффективная, она должна применяться у пациентов с МГЧ и РПЖ. Медиан выигрыша общей вживаемости составляет около полутора лет. Также мне очень нравится Кахрейновский метаанализ. Вы знаете, что те метаанализ, которые попадают в эту библиотеку, они всегда очень хорошо спланированы, методично обработаны, с хорошими статистическими инструментами. И вот они посчитали, что назначая комбинацию АДТ и химиотерапию доцитокселом 6 циклов по сравнению с моно-АДТ на пациентов с МГЧ и РПЖ, мы уменьшаем количество смертей на 94 на 1000 пациентов. Это, в принципе, каждый десятый пациент. Но, конечно же, мы увеличиваем токсичность Грейт-3 и выше примерно у 40% пациентов. Вот примерно то, чего мы добиваемся у этих больных. Есть и работы, сравнивающие эффективность доцитоксела с абиратуроном, но и с другими антиандрогенами нового поколения. Но все эти исследования не являются рандомизированными, это незапланированные анализы. Но я себе позволил все-таки привести один пример. Это исследование Стампид, многорукавное исследование. И там просто с помощью методов статистической псевдорандомизации подобрали плюс-минус сопоставимые группы пациентов и сравнили доцитоксел. И оказалось, с абиратуроном оказалось, что разницы в общей вживаемости и концерно-специфической вживаемости у этих пациентов нет. Достижение надиропуса тоже такой параметр, который не является нашей основной конечной точкой, но тем менее мы за ним следим и понимаем, что в целом, если мы сравним химиотерапию и антиандрогенового поколения, то химиотерапия здесь уменьшит процент пациентов. Для пациентов мы можем достичь надиропуса менее 0,2 нг на миллилитр. Как интерпретировать эту информацию достаточно сложно, но в целом мы должны понимать и ориентироваться в том, каких результатов мы можем достичь, назначая то или иное лечение. Таким образом, на сегодняшний день у нас в рекомендациях в отношении химиотерапии звучит следующим образом, что у пациентов, которые манифестируют в стадии М1, у которых нет противопоказаний к терапии доцитокселом, у пациентов большого объема мы должны проводить пациентам кастрационную терапию в комбинации с шестью циклами доцитоксела. Далее проведение только АДТ у этих пациентов. То есть на сегодняшний день, безусловно, место химиотерапии у пациентов с МГЧРПЖ, оно есть. Буквально два слова о химиотерапии при метастатическом кастротрезистентном раке предстоятельной железы. Я здесь не стал приводить примеры исследований касаемо эффективности доцитоксела, кабазитоксела. Я думаю, что в этой аудитории об этом бессмысленно говорить. Я лишь хотел сакцентироваться на одном важном факте. Это последовательное применение ингибиторов андрогенного сигнала нового поколения. Чего мы достигаем? Вот два исследования про фаунд и карт. Вы видите, в нем в качестве контрольной группы в обоих этих исследованиях была категория пациентов, которые прогрессировали на энзолотомиде или абиротероне. И при прогрессировании им просто менялся антиандроген на другой. Вы посмотрите, насколько эти данные сопоставимы. Здесь 3,5 месяца получили в контрольной группе. И здесь 3,5 месяца выживаемости без прогрессирования. Ни о чем это говорит, что такая тактика не может быть оправданной. Последовательное применение ингибиторов андрогенного сигнала не дает нам де-факто ничего. Эти данные сопоставимы с плацебо. 3,5 месяца выживаемости без прогрессирования. Пациент практически при первом контроле прогрессирует. Поэтому, когда пациент прогрессирует на каком-то препарате из антиандрогенов нового поколения, следующей опцией должна быть какая-то другая терапия. Либо химиотерапия, либо таргетная терапия. Но не стоит их менять между собой. Ну, конечно, доцитоксил и кабайцитоксил являются рекомендованными опциями для терапии пациентов с метастатическим кастротрезидентным раком предстоятельной железы. И, конечно же, эта терапия актуальна. Ну и в заключении хотелось бы отметить тот факт, что пациенты с раком предстоятельной железы – это в основном пожилые больные, медиана возраста заболевших 70 лет. А медиана возраста, когда у них наступает прогрессирование заболеваний, нам необходимо назначать химиотерапию и того больше. И, конечно, очень часто этим пациентам трудно назначить цитоксическую терапию с учетом их возраста и соматического статуса. Однако, об этом говорят абсолютно все рекомендации, не стоит смотреть на биологический возраст пациентов. Есть пациенты, которые в 90 лет бегают в марафоны. Если я не ошибаюсь, самый старый марафонец ему было около 90 лет. А есть пациенты, которые и в 60 лет им сложно будет назначить цитоксическую терапию. Необходимо оценивать объективный статус пациента, его настрой на лечение, его приверженность к лечению. Есть достаточно простая шкала гериатрической оценки G8. И всем, кто назначает химиотерапию пожилым пациентам, я просто рекомендую ее использовать в своей рутинной практике. Это занимает не больше минуты, а просто по 8 пунктам. И если пациент набирает больше 14 баллов, то все. Вы относитесь к нему как к обычному пациенту, как будто бы ему не 80 лет, а 60. Если же он не набирает, тогда да, тогда необходимо привлекать дополнительных специалистов для того, чтобы оценить их статус. Ну и посмотрите, в целом мы пациентов можем разделить на 4 когорта. Это те пациенты, у которых по гериатрической оценке G8 больше 14 баллов, то есть они в хорошей форме. Мы можем их лечить стандартными опциями, как у молодых пациентов. В принципе, есть такие статистические данные о том, что это примерно 50% мужчин в возрасте от 70 до 80 лет и только четверть мужчин, которым старше 80 пациентов. Далее есть у нас группа пациентов. Это переводные все названия этих категорий пациентов, поэтому, конечно, они по-русски не совсем хорошо звучат, но условно уязвимые пациенты, то есть те пациенты, которым необходимо привлекать каких-то специалистов извне, гериатров, эндокринологов, кардиологов, терапевтов, и вместе с ними ввести этого пациента. И, в принципе, мы можем ему назначать ту же стандартную терапию, ту же химиотерапию. Есть группа пациентов, которых так условно можно назвать хрупкие пациенты, то есть те, кому, конечно, стандартные опции непросто проводить. Но мы знаем, что, например, для таких пациентов у нас есть протокол прозелика, когда, например, Кабазитоксел сравнивался в дозе 25 мг на метр квадратный или 20 мг на метр квадратный. На самом деле, вот эти как раз пациенты, которым мы можем назначать изначально сниженные дозы химиотерапии, мы знаем, они не проиграют выживаемости. Ну и, конечно, есть категория пациентов, которым мы не можем назначить никакого лечения, в основном симптоматическая терапия. И, конечно, они не являются кандидатами на стандартную цитотоксическую терапию. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.